Некоторые опасности как бы дозревают к сезону. Тонкий лед особенно опасен весной и осенью. Не было года, чтобы у нас на наших водохранилищах, морях и озерах сотни людей не попадали в экстремальные ситуации. Это и дети, и рыболовы, и те, кто просто решил сократить свой путь, перебежав речку. Прежде чем спуститься на лед, нужно проверить то место, где лед соприкасается с берегом. Если вы один, обязательно возьмите шест и переходите только с шестом. Если вы все же провалились под лед реки или озера, нужно широко раскинуть руки по кромке льда и удержаться от погружения с головой. Действуйте решительно, но не мешайте себе страха. Тысячи людей проваливались до вас и спасались. Если возможно, доберитесь до того края полыни, где течение не увлекает вас под лед. Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Широко их расставьте. Главная тактика здесь – приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры. Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, из которой шел. Если на ваших глазах на льду провалился человек, немедленно крикните ему, что идете на помощь. Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки. Будет безопаснее, если вы можете подложить под себя лыжи, доску, фанеру, увеличить площадь опоры и ползти на них. К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни или шарфы, любая доска или жерц, анки, лыжи помогут спасти человека. Желательно бросать связанные предметы надо за 3-4 метра. Подползать к самой полынье недопустимо. Если вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложитесь с цепочкой и двигайтесь в пролом. Подав пострадавшему любое средство спасения, вытаскивайте его на лед и ползком выбирайтесь за опасность зоны. Советы любителям подледного лова. Не собирайтесь большими кругами, не пробивайте рядом много лунов, не ловите у окраины льда, какой бы клет там ни был. Всегда имейте с собой кусок веревки в 10-12 метров.